для начала выкраиваем детали нашего жилета для этого нам я вырезала полоску где-то 20 58 в длину и 12 сантиметров в ширину в длину длина наоборот в ширину а в длину 12 потом оборочку я вырезала тоже приблизительно в два раза больше чем вот эта юбочка наша будет и соответственно я вырезала лиф две детали лифа это у нас спинка это у нас полочки 2 у нас будет а вот и здесь будет застегиваться соответственно нам надо будет какое-то кружево любое какое вы захотите подобрать кисем очки веревочки но это все потом вы посмотрев весь мастер-класс вы увидите что вам надо дальше и так для начала начнем мы с вами шить давайте с юбки юбки вот посмотрите вы можете взять вот у меня материала было мало и я взяла две детали будут две детали вот такой их вот вот такой вот длины значит из просто сначала сзади будет у меня шов можно сделать боковые швы но с таким расчетом что вот одно единое целое у вас как бы была единица а задние у вас была одна вторая то есть половина а потом эту же вы еще половину надо вам разделить еще на другие то есть это будет одна вторая а эти будут вас по одной четвертой длины данного полотнище и мы делаем юбочку сначала так мы для этого нам надо сделать а вот кстати вот еще я оверложила опиковал или обметала как кому нравится один срез оборочки вот это используя ролевой шов на верлоке вы можете использовать шов зигзаг на обычной швейной машине либо вы можете просто напросто это вот оторвете эту эти детали то будете рвать эти полоски то можно вообще не тогда не обметывать не оверложивать шов оставить такой вот сыпучий он был это к каждому как больше нравится итак начинаем сделать залки значит прокладываем две параллельные строчки самый широкой самым большим расстоянием шаг до длины длины строчки длина стежка на машинке значит первую строчку первую строчку мы прокладываем вот от этого края на где-то 0 3 0 5 сантиметра миллиметра я специально прострочила белыми нитками чтобы вам было видно вторую строчку я прокладываю где-то на сантиметр от этого среза почему потому что у меня шов который я буду потом пришивать эту оборку к юбке будет равен 7 миллиметров то есть эта строчка у меня будет между этими двумя строчками проходить и потом я их удалю эти строчки теперь смотрите берем что дальше что делаем переходим сюда наизнанку берем здесь две две ниточки которые вот здесь они прям находятся так и начинаем тянуть прям одновременно за две нити мы начинаем тянуть вот видите у меня как у нас сборочка идет сразу тянем потянем так вот равномерно можно сделать это тоже из другого конца тоже вот берите либо с изнаночной стороны можно либо с лицевой без разницы за какие тянуть вам чтобы они были одинаковы если вы начали тянуть с изнаночной стороны нитки значит эти нити их тоже с изнаночной чтобы они потом соединились чтобы можно было потом распределить а если вы будете половину тянуть с одной стороны половину с другой стороны будете тянуть ничего хорошего не приведет у вас в конце концов это день застопориться в середине или еще нет так ну вот смотрим начну это все так вот так вот можно даже за вязать так все держу она никуда не уделай не обрежу нитки и тянем за другую за две нити тянем две нити одновременно расстояние между этими строчками может быть любое смотря какое какой шов стачивания потом вы будете использовать если главное чтобы потом шов стачивания доходился на между этими строчками так теперь нам надо значит до собирать вот эти вот эту сборочку до длины вот этого вот от полотна ну вот и смотрим так вот я даже пире уже перетянула видите надо меньше так вот наш телес немножко выпускаю сейчас выпущу наоборот так и приравниваю уравниваю приблизительно одинаково видите так теперь значит я беру тоже завязываю эти нитки так можно их обрезать обрезала обрезала чтобы они покороче были так вот берем две нитки завязываем зафиксировали и теперь смотрите мы их стараемся равномерно распределить чтобы они у нас были равномерно распределена эта сборка смотрите но здесь надо конечно постараться чтобы это чтобы действительно была сборочка равномерно и целом она у нас равномерно так и теперь берем нижний срез полотна накладываем лицо с лицом так вот лицо с лицом калываем уравниваем срезы так вот и Продолжение следует... Шьем, потом это на машинке, швом 0,7 см. Шьем, притачиваем на обычной прямострочной машине. Смотрите, я сделала, как я сначала прошила, потом отметала. Теперь нам надо удалить вот эти вот белые строчки, которые были перед этим, которые нам совершенно не нужны. Нитка, которая тут не видна, она в шве осталась. Мы ее все равно удаляем. Ну вот, смотрите, у нас получилась такая вот сборка. Моланчик. Красиво и аккуратно. Так, теперь мы будем настрачивать тесьму или кружево тому, что нравится для отделки. Я вот выбрала вот это для этого жилета. Вот, посмотрите, я положу вот таким вот образом, вот так. От края, конечно. Так вот. И настрачу. Это также, смотрите. Я настрачила двойной строчкой. Двойной строчкой. Тут одна строчка, вторая строчка. И вот так вот тут на верлоке я обметала эти срезы. Вот этот срез. И вот эти центральные передние срезы я их обметала. Вот, смотрите. Так, теперь опять берем кружево. И, значит, настрачиваем кружево так, таким образом. Значит, так надо кружево, вот, можно вручную, можно на машинке вот так вот его подогнуть. Подогнуть и прострочить. Чтобы вот этот вот срез у нас вот здесь вот был подогнутый и простроченный. Так, делаем. Так, вот я решила, что подгибать кружево будет слишком толстый. Я просто с швом зигзаг его обметала. Так вот получилось. Так, теперь берем, значит, срезы наши передние. И накладываем сюда вот так. Значит, это у нас лицевая. И кружево тоже. Вот это лицевая и кружево лицевое. Так вот. Вот таким вот образом я накладываю. Вот эти срезы я уравниваю. Так вот. Так. Вот. И шью. Вот посмотрите, как у меня здесь получилось. Вот я взяла, настрочила. Отвернула вот таким вот образом. И приутюжила утюгом. Чтобы было хорошо, ровно, красиво. Так, и следующим этапом я также вот проложила две параллельные строчки для сборки этой юбки. Можно ее так вот собрать. Можно сейчас не собирать, потому что мы сейчас в следующем будем делать лиф. Я думаю, что приблизительно этого нам будет достаточно. Так, юбка такая будет. Переходим к лифу. Для начала прикрепите завязочки вот где-то приблизительно по середине, вот на этом вот шве переднем. Вот. Просто прикрепите их. Либо можете пришить, либо просто прикрепите булавочками. Затем берем вторую детальку нашего лифа. Накладываем вот так. Рук на друга. И шьем вот отсюда до, вот так вот, по всему верхнему краю. Вот этим все срезом. Горловины, плечевым, проимом, плечевой, горловина, плечевой. Пройма, плечевой, горловина и вот эти вот швы, передние швы. Не зашитым оставляется, остается только вот этот вот край. Вот, смотрите, что у меня получилось. Я прошила вдоль всего верхних вот этих срезов. Оставила не зашитым только нижний срез. Вот этот вот, видите? Так. Теперь, значит, для того, чтобы вывернуть это все красиво и аккуратно, нам надо будет срезать все уголочки и рассечь вот здесь во всех вот вогнутых срезиках сделать вот такие вот рассечечки, чтобы красиво и вывернулось и ровно. Так, в проймах, в горловине. Аккуратненько только, не разрежьте строчку. Когда будете рассекать. Так, и, соответственно, вот здесь срезаем, здесь уголочки срезаем. Можно немножко даже шовчики поменьше сделать. Так. Так. Все вот эти. Так. Теперь мы это все выворачиваем и приутюживаем. Так я вывернула и приутюжила. Вот, смотрите, вот у меня такой получился лиф. Теперь мы что делаем? Мы берем нижний срез, так вот раскрываем и вот так вот подгибаем на 0,7 на припуск шва и тоже приутюживаем. вот, видите, я подогнула. Теперь берем юбку и смотрим. Вот нам надо теперь сделать так, что вот этот вот срез вот от края кружева до другого края кружева нам надо вот столько вот вот делать, чтобы это все внутрь туда вошло. То есть мы стягиваем еще больше. Так вот. Проверяем. Так вот. Уже хорошо. и проверяем. Вот видите. Так. Приблизительно одинаково. Да. Так. Теперь завязываем. с другой стороны тоже завязываем. Так. так вот я срезаю вот эти все бахромушки. Чтобы они нам не мешали. И теперь нам надо вставить вот туда это все. Так вот вставили. Так. показываю. Прикололи. Тоже здесь уравняли последний тоже край. Так. и прикололи. Так. Прикалываем опять сетки. Вставили. Прикалываем. Да. Это так как вот очень такая вот интересно кропотливая такая работа. Это самое здесь вот прям начинаю такая аккуратность. чтобы было красиво. Сам последний такой момент. Один из последних. Так. Туда вставили. И прикололи. вот здесь вот здесь на этом участке я рекомендую вам все это приметать. Чтобы все было ровно. Потому что одной единой строчкой вы будете шить так, и здесь была строчка захватила. Вы естественно будете ее видеть верхнюю. И вот это чтобы тоже была захвачена. То есть сначала приметайте. я вам просто рекомендую это все я показала как приколоть. А вы ее приметайте. Вот смотрите я все почистила все аккуратно и красиво. И вот я уже один шов плечевой сшила. Вот видите по тайным швам мы берем вот так вот прям соединяем эти швы либо так вот аккуратненько вручную по тайным швом сшиваем плечевые швы. Вот посмотрите как я это сделала. Все плечевые швы у меня сшиты и жилетка или сарафанчик кому как это нравится. Готов так завязывается шнурочек все вот все готово. ест все сшипов так вот я Продолжение следует...